всем здарова ребят всем привет и всем здрасте ну что у нас первый выпуск сегодня по карьере за липциг red bull липциг мы с вами выбирали вместе голосованием было принято общее решение решением большинства да мы выбрали команду из германии у нас там были варианты между липцигом валенсии напали шахтерами динамо киевом большинством выбрали липциг ну я в принципе чему я и рад я как бы за все команды хотел параду за липциг наверное в большей степени чем за все другие начинаем карьеру выбрал я тренера руда гулида сильно не заморачивался просто выбрал человека который персонажа который у нас еще ни в одной карьере с вами не был планы на сезон как насчет того чтобы попытаться выиграть лигу но это чересчур я думаю нам следует попытаться получить путевку турнир чем лига чемпионов вот такую задачу на сезон я думаю это самая будет самая приемлемая задача для нас пресс-конференция первая руда гулета в качестве главного тренера red bull липциг какие у вас шансы завоевать титул в лиге нужно с уважением с уважением относиться к другим командам нужно твердо стать на ноги наверное нужно твердо стать на ноги либо с уважением относиться к другим командам скорее всего просто твердо стать на ноги я очень рад что стал частью этого клуба высокие стремления это отлично но титулов и свершение на пустом месте не бывает для этого нужна команда с большим запасом прочности и опытным составом сейчас я хочу набрать игроков которые ставят перед собой реальные цели ну в принципе принципе он все правильно сказал я бы наверно на его месте сказал то же самое в какой футбол вы будете играть в этом сезоне но наверное я хочу чтоб парни играли с огоньком для меня самая важная эта динамика независимо от того вы атакуете или защищаетесь нужно быть готовым отдать сердце и душу игре точности техника тоже играет определенную роль но важно помнить что футбол это контактный вид спорта это битва и в ней не место игрокам которые не готовы поставить все на карту и отдавать силы игре ребят сразу покажу вам основные параметры у нас стоит частота трансферов сложность переговоров начальный бюджет все среднее зарплата ежегодно сложность звезда футбола длительность матча 10 минут и остановок во время трансферного окна через каждые пять дней так ну давайте первым делом ознакомимся с командой и определимся какие позиции нам нужно будет укрепить схема игры у них ну не такая как какую я люблю вот и скорее всего мы по ней играть не будем вот так будет наша схема выглядеть сейчас определимся теперь по игрокам но определяться мы будем не здесь а списке команды по вратарям у нас получается три вратаря гуляш мбонга и шауна вот ставка естественно будет на гуляша делаться 83 рейтинг 29 лет да ну для вратаря это самый расцвет 7 вонга 25 лет 76 вот хотелось бы иметь конечно 2 3 вратарь вообще по хрену шаунар 33 года 70 рейтинг пойдет когда никогда нам он очень возможно вообще на хрен не приходится вот а вот 2 вратаря хотелось бы иметь молодого прям на перспективу типа того же лунина до вонга 25 лет 76 рейтинг но мало мне верится что он будет хорошо развиваться да так оно есть возможно вратарям и если там ну для первого сезона естественно нам подойдет такой набор вратарей так скажем ну возможно у нас какие-то деньги останутся сразу первое трансферное окно и мы присмотрим какого-нибудь молодого на перспективу вратаря либо скаутов потом отправим будем смотреть вот центральным защитником значит что мы видим сразу давайте к плохому 56 и рекер джакел и талабиде 59 58 56 рейтингом игроки все 18 летние все будут выставлены сразу на трансфер никаких на хрен не аренд ничего их в расчет не берем остается у нас раз два три 4 5 центральных защитников это ампаду упомекану до ампаду 19 лет хорошо упомекану 21 год 77 рейтинг отлично не знаю может упомекану как он правильно если что ребят напишите в комментариях как как правильно читается этот футболист муки или 22 года 78 рейтинг к на т 20 лет 78 рейтинг и арбан 27 лет 82 рейтинг я вам скажу что меня полностью устраивает наши центральные защитники они молодые единственно у нас арбан 27-летний парень ну для центрального защитника еще лет 6 можно играть на достаточно высоком уровне а если взять вообще наш нотингем форестом 41 летний барзале до сих пор показывает великолепный футбол так ну я думаю центральные защитники нам никаких вливаний не нужно пять человек на сезон с головой хватает вот эти три молодых и не перспективных игрока будут выставлены на трансфер давайте перейдем к левым защитником у нас их три в команде холстенберг 28 лет 81 рейтинг сарачи 77 рейтинг 21 год это достаточно хорошо по развитию вроде как но за 80 уйдет у него и особо дальше наверное не подел кандиду 18 лет 69 рейтинг для 3 навыков ни хрена нету правда развития но вроде бы как развивается к 21 году 75 но пока его оставим также опять же на всякий пожарный на всякий случай но скорее всего он у нас не задержится в команде надолго полевым защитником я считаю все нормально опять же нам никого не нужно будет приобретать вот тебе и первая проблема правый защитник у нас один клостерман один-единственный один-одинешеник 23 года 78 рейтинг у парня вот ну как минимум как минимум смотри кандида этот может и справа и слева сыграть то есть кандида как третий защитник крайне на всякий случай там и там может действовать монам я к чему веду нам правого защитника можно будет 1 купить найти перспективного ну нам по-любому его нужно брать потому что у нас клостерман один первая трансферная цель это правый защитник дальше куча 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 опорников у меня куча опорников cпзшники опызешник давай начнем с опызешника который которому 20 лет рейтинг 74 это у нас вольф волчара особого развития у него наверное не будет я так думаю вот и я бы и на самом деле да ему 20 лет но мы играем без опызешников она схема будет честно скажу я его в команде не вижу и скорее всего он будет даже не в аренду наверное сразу выставлен на трансфер остается у нас у нас получается грубо говоря вообще в идеале иметь опорника и центрального полузащитника такого что он одинаково может хорошо играть на двух этих позиций получается у нас 20 пзшника до в старте один опорник то есть мне нужно минимум хотя бы три опорника ну два три до два три опорника отцеп язычников получается человек пять нужно ну давай смотреть давай с опорников начнем деми 79 28 лет но нормально пойдет ил санкер ил санкер лил санкер 76 рейтинг 30 лет уже достаточно такую паренеку возрастной адамс 20 лет 72 рейтинг американец по навыкам все достаточно плохо развитие к двадцати трем годам 75 только но не особо он будет хорошо развиваться наверное все таки крау это буква б на конце ли что это такое крау какой-то крау 63 рейтингом 18 лет будет выставлен на трансфер сразу же сразу же и винтер то же самое получается у меня остается как раз три опорника которые у нас и останутся я думаю на первый сезон нам будет достаточно учитывая что у нас совсем маленький бюджет на зарплаты вот пока мы ну я думаю нам будет нами хватит вот эти два парня будут выставлены на трансфер под центральным полузащитником у нас есть кампель 28 лет 82 рейтинг отлично у нас есть на кунку хороший полузащитник центральный мы его знаем по игре за имью у нас карьере достаточно хороший в бою и в аварии хотел сказать в липциге он получит свое место стартом составе естественно значит кампель может запорника не особо хорошо на куку так же лаймер пламер 22 года 76 рейтинг естественно он нам пригодится он будет у нас команде в составе и биц труб или бы обид штруб до 25 лет парню 65 рейтинг будет выставлен на трансфер что мы видим ребят у нас получается еще раз глянем на вольфа в центре полузащиты вообще не может это у нас получается всего три центральных полузащитника то есть мне нужно еще два цепи сечника можно обоих молодых перспективных но два центральных полузащитника мне обязательно нужны составе обязательно поэтому один правый защитник два цепи сечника пока наша трансфер на цель три игрока уже с маленьким бюджетом на зарплаты ну да ладно мы таковы то будем продавать бюджет чуть-чуть подрастет по крайним нападающим левых нападающих у нас трое на списке это эмиль форсберг 28 лет 83 рейтинг отличный футболист который может сыграть если и понадобится и справа в нападении и слева в полузащите и центрального полузащитника естественно он у нас будет команде играть второй ли вы нападающий 21 год лукман 77 рейтинг мне нравится хорошо навыки отличные тут у него есть развиваться за 80 будет и слава богу принципе два крайних нападающих хороших есть и есть рух на 60 рейтингом но 18 лет будет выставлен опять же на трансфер не нужен нам такой футболист команде лишний балласт на самом-то деле я дорогу молодыми все в этом роде я поддерживаю но не человеку которому которого 63 ладно давайте по правым нападом по правым нападом тут все все хуже ну насчет двух крайних нападающих конечно нужен 3 3 левый нападающий дано блин все сложно бюджет маленький и все сложно будет первом сезоне но мы будем стараться по правым нападом забиться естественно основной правы нападающие у нас команде вот 25 лет 81 рейтинг австриец 2 правы нападающие матеус кунна ли кунья 20 лет бразилец 74 рейтинг сложный дальний удар и хитрость у него есть но видите развитие не особо хорошее будет 75 и так слабо слабо но вот этот парень окку для 3 правого нападающего сойдет сойдет но нам нужен хороший второй правый нападающий хороший добавляем нашему списку четвертого футболиста ну и hartmann и bios естественно эти футболисты у нас команде не будут играть hartmann к 21 году и 70 не наберет без то же самое поэтому эти ребята будут выставлены на трансе и остаются центральные напады тима вернер естественно вообще наша звезда наша надежда надежда лепцига и всего наверное немецкого футбола в нападении он естественно будет у нас играть 85 рейтинг 23 года ну будущее ли цена пользы вот это мне уже нравится ребят 25 лет датчанин пользы он может сыграть как справа в нападении так и слева нападение это отлично это хорошо шик 78 рейтинг 23 года пойдет чех мне нравится удары есть супер замена тоже что немаловажно развитие за 80 пойдет и слава богу и хайдара 28 лет 76 рейтинг центральный нападающий опять же таранного типа ну в принципе смотрите 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 что мы имеем по центральным нападающим уже по рейтинг будет падать у хайдары но мы его продавать пока не будем молиться значит смотрите у нас система вернер шики хайдара три центральных нападающих которые будут играть верно естественно основной шик хайдара его будут подменять вот есть пользователь который может сырать и центрального нападающего и может раннего нападающего скорее всего мы будем его использовать как раннего нападающего скорее всего как 2 2 правого напада чтобы я хотел вот давайте подведем итог много будет выставлено людей игроков на трансфер нам нужно нам нужно приобрести правого защитника двух центральных полузащитников и одного кранего напада который смог бы сыграть и справа и слева молодого на перспективу кранего напада не получится но и бог с ним если что будем как-то так справляться хотя конечно желательно его приобрести то есть нам нужно 4 футболиста учитывая что у нас всего 2 миллиона на зарплаты это будет сделать сложно вот проще когда у тебя мало на трансфере но больше на зарплаты и хотя бы можно подписывать свободных агентов но не забываем про аренду на сезон с правом выкупа которая нас может очень сильно выручь подобрал я игроков нужно было 4 футболиста да получается правый защитник 20 пазж ника и один крайний напад такой чтобы и там и там играл вот но набрал я 7 игроков не факт что мы со всеми подпишем контракт смотрите насчет правого защитника очень долго я выбирал очень долго искал молодого такого перспективного вроде как единственное кто мне понравился монтиэль монтиэль или монтиэль да из реверплейта правый защитник 22 года опять же я ну как и скажешь с кем смыслом что у нас зарплана бюджет очень маленький и скорее всего мы много многих из этих игроков будем брать в аренду стараться смотрели монтиэль 22 года 77 из реверплейта попробуем его взять в аренду на год с правом выкупа предложим им 4 800 по максимуму трансферная покупка поставим если что давайте ну 12 лям ну давайте 13 поставим годовая зарплата при покупке ему поднимем да вот вот так сделаем практически 2 миллиона в принципе я думаю нормально если он нам понравится если он хороший сезон проведет то это будет нормальные деньги чтобы его выкупить посмотрим проверим далее по позиции центральной полузащитников я во первых очень хотел давно замары к гамши как какую-нибудь карьеру в какой-нибудь клуб взять я понимаю что ему 32 года человек возрастной но вот такого дядьку центр полузащиты было бы круто иметь у себя в команде тем более футболист очень ну все мы прекрасно знаем что он очень крутой футболист на самом деле вот здесь и спорить наверное не стоит насчет этого да у него рейтинг падает но я его хочу взять также на год в аренду просто без права выкупа без ничего на год в аренду да будет дорого вот ну я думаю он нам поможет на самом деле мы предложим за него восемь с половиной миллионов без права выкупа потому что ну типа зачем нам его выкупать но первый сезончик пока команда будет становиться все-таки неизвестно чего ожидать от лепцика до первом сезоне игроков еще не знаем ни с кем не познакомились гамшик я думаю нам поможет и отобрал три центральных полузащитника один из них опорник тонали который может сыграть и центре полузащиты молодых перспективных хороших это джетсон из бенфики опять же тонали из бреши и франк белтран из сельд тонали давно мне за него писали давно говорили на стримах вот нужно взять хороший перспективный молодой парень да я всех просмотрел перспективные в принципе все друг на друга похожи утонали маленькая зарплата 25 миллионов он стоит я предлагаю тонали именно выкупить понятно что клуб не желает расставаться с одним из своих ключевых игроков но компенсации сумма 30 миллионов практически 31 миллион и я думаю на него мы не пожалеем что потратим за 19-летнего игрока такую большую сумму денег учитывая что у нас всего 54 миллиона нормально я думаю справимся тонали нужно брать зарплата 900 тысяч но практически миллион хорошее впечатление у него нашем клубе должно дать нам переговорах некоторую свободу действий подписываем тонали и предложение делаем за 30 750 же цен и франк белтран вот этих игроков я бы наверное попробовал взять в аренду опять же с правом выкупа хотел бы попробовать взять в аренду с правом выкупа джетсон будет конечно поинтересней давайте предложение мы сделаем 7 200 поставим стоимость трансфера при покупке на давайте 28 миллионов поставим годовую зарплату ему повысим вообще до 2 миллиона посмотрим согласятся они или же нет и по франу бельтрану мы ему сделаем предложение но все-таки да мы рассчитывали двух центральных полузащитников приобрести получается четверо мы сейчас делаем всем предложение кого получится взять кого не получится уже тогда будем рассматривать ну возможно троих возьмем я не думаю что всех четверых нам нужно будет брать опять же предложим аренду с правом выкупа вот выкупа ставим 25 лямов и зарплатку по максимуму 0 600 будет получать если что вот пока идут переговоры с этими игроками также я вам скажу что джастина клювер то я отобрал до их отца надо и оба левых нападающих джастин может также хорошо сыграть как слева так и справа отца надо и слева сыграет получше чем справа позиции много они в принципе могут закрыть перспективные игроки их мы тоже будем пробовать но скорее всего опять же в аренду с правом выкупа так как у нас зарплатный бюджет 2 миллиона если мы подпишем то наличь и зарплатный бюджет станет 1 миллион и мы ну просто не сможем реально нормально усилиться поэтому нужны аренды с правом выкупа и в конце сезона уже будем смотреть кого выкупать кого нет ребята это капец случилось блять страшно это просто я не знаю это лошара из лошар баран из баранов это если себе по другому не могу рассказать ответить и блять это пиздец я должен рассказать эту историю короче я ну снимал же жда ролик еще с утра записывал сейчас если чу вечер снимал ролик все за шибумба поставил ну на паузу запись пошел покурил чай кассия наделал там чуть передохнул и давай дальше купили мы и вот я отметил сейчас четверых игроков короче подписали материал от анали джетсона клюверта все хорошо пришел яшна сел начал играть сыграл марс баруси и охреневший матчу ты вот реально просто там и ну 20 выиграли мы игра туда-сюда было все это хорошо все уже вроде дописал видос попрощался со всеми выхожу а записка спал за не убрал запись на паузе капец меня как накрыла на вы взрыв мозга блять что делать как шиль как быть хрен его знает блять уже а еще и сохранился перед выходом какие-то когда увидел же короче заново создал карьеру зашел заново ну отобрал манте или от анали джетсона клюверта вот предложение еще не делал бюджет у нас такой же все то же самое бюджет на трансфер и 54 ляма 2 ляма на зарплаты все то же самое осталось и параметры те же самые поставил рут гули тренер все не бьем тревогу все все в порядке гамшик отца надо и и еще один испанчик у нас новых когда первый раз записывал это все у нас не получилось во первых отца надо и там очень много просил за деньги за аренду там ну нахрен не нужен гамшика покупать за брать в аренду точнее за 9 миллионов ну зачем смысл я не вижу без права выкупа и все но все-таки обдумал я насчет этого и еще один цель цепь изречник там у нас был отобранный ну короче решил оставить от анали джетсон я думаю нам будет вполне достаточно этого так ребят пришли все результаты по трансферам до монтель принял наше предложение подписываем далее то на ли принял наше предложение тоже подписываем тоннале так джетсон готов заключить но просят за аренду его 10 миллионов двести сорок восемь тысяч многовато но заключен в первый раз у нас получилось его подешевле подписать но заключим с ним контракт и джастин клювер к сожалению отклонил но мы чуть попозже ему еще раз сделаем предложение он в прошлый раз тоже со второго раза только принял предложение в лицах делаем еще одно предложение джастину клювертон предложение аренды теперь ставим давай по максимуму 9 600 ставим ставим сумму выкупа давать 30 миллионов и годовую зарплату также по максимуму у нас сейчас осталось 8 миллионов 200 тысяч но денежка будет денежка будет мы там кучу игроков высадили на трансфер и кстати первого из них уже сделали предложение на крауш или крауп я хрен его знает кто такой 421 тысяча естественно мы соглашаемся торговаться не буген джастин клюверт согласился к нам переходить за правда не еще больше подняли 10 с половиной миллионов его стоимость будет его арендная стоимость вот ну собираем собираем деньжата мы его заберем так ребят у нас первый матч сезоне первый матч играем против ауксбурга на своем поле при своих болельщиках при своих трибунах до до дома и стены по мою так скажем я очень очень надеюсь что она все получится мы покажем достойный футбол и естественно одержим победу ауксбурга на своем поле нужно обыгрывать тут и тут без вариантов как говорится что за бред если не настраивается на победу против ауксбурга чем вообще тогда делаем лептики такой будет состав опять же лукман паульс и шик на хороших стрелках но если что выйдет на замену чтобы усилить нашу игру мочу по форме что ты мне форму не показываешь но я думаю должно быть нормально все ребят поехали первый матч сезоне надеюсь запись идет и я не лоханусь во второй раз это вообще нахрен этой карьеры в видео и не будет так вот наш стадион ребят ну поддержка конечно колоссальная перформансы он вокруг серый булл арены по-моему она так называется у липцига сука тварь пацаны никогда слышите никогда не ставьте на паузу если вы записываете какое-либо видео и никогда блять не заходите в розыгрыш меча не начинайте матч если вам не показали какие форму команд блять матч с ауксбургом у нас белое у них белое в этот у них просто зеленые рукава это пиздец третий раз я блять пересоздаю карьеру третий раз я перепокупаю игроков все то же самое подписали мы тоже самое было все под бюджету единственно что джастин клювер сразу согласился гулять теперь с подерборном первый матч в сезоне у нас будет против подербор на блять все ниже и ниже да по уровню команды ну и это пипец просто блять это хорошо что никакая хрень не получилось что я с ауксбургом весь марсеров по составу на этот матч никаких изменений стартовый состав ну и единственно короче в воротах гуляш справа клостерман центр арбаны он печально походу я не знаю если а у память чану если ребят неправильно в коментах напишите как как правильно звучит его фамилия слева холстенберг центре дм в опорной зоне центре полузащити камп или инкунку слева в нападении форсберг центр на под вернер и справа в нападении забиться джазина клювер то охуевшая охреневшая стрелка но как бы неправильно будет первом матче сезона сразу же выпускать его на поле если что выйдет на замену пульс он тоже с хорошей стрелкой но опять же если что выйдет на замену тоже касается и же цена кампель все-таки посерьезнее пока будет парень вот поэтому старте камп или не лежатся поехали я очень надеюсь что у нас все получится мы наконец сыграем матч который запишется получас баруси играли бы ничуть вай такой крутой матч был с баруси опять обосраться не записалась нихера я уже знатно подгорает уже стрим скоро я не могу видео записать и как блять с утра его записываю охренеть еще монтировать потом хреновую кучу времени ну ладно бусник ребят поддержка колоссальная трибуны забиты естественно первый матч сезоне в новый тренер изменения кое-какие ну трансферы новые были до стартом составе новичков нет но кто-то из них выйдет на замену стопроцентно я так думаю опять же посмотрим как будет матч проходить вот перформанс по всему стадиону красно-белые цвета это тоже радует как болельщику спартак красно-белый цвет сердце вот ну что поехали домашняя игра против пандерборна естественно мы настроены только на победу будем играть в атакующий футбол но лепциг вообще в принципе играет в атаку много-много голов забивает вот поэтому и мы должны тем более на своем поле против пандерборна тут вариантов других нет хорошо первый момент отлично тима вернер далеко от себя отпустил мяч сожалению но здесь арбан играет на подбурю ошибся передачу мяч остается у нас хорошо дыме наверно наверно разворачивается будет удар по воротам не попадает не попадает ворота на пятой минуте мы уже создаем голевой момент ну тима вернер к сожалению не попал ствол ворота а могли могли уже выйти вперед 1 1 выиграть арбан дыме хорошо он кукул снова можно через дыме отлично тима вернер забит сэр передача на вернеран чушь ты тормознул тима подбор наш кампуль спокойно хорошо кустерман кустерман высокий защитник для крайка именно для крайнего защитника форсберг передача на тима вернера то штрафную удар по воротам и 1-0 открываем счет на 10 минуте кстати с борусь и мы тоже на 10 минуте от кричат только это сделал прошлый раз форсберг отлично первый гол первый гол в чемпионате первый гол у нас в карьере первый гол в сезоне за липциг до забивает тима вернер наш один из самых главных но наша самая главная звезда команды на самом-то деле 85 рейтинг звезда в принципе надежда липцига и надежда всего немецкого футбола естественно подерборн это тот соперник которого нужно прибивать и прибивать наверно с крупным счетом для первого матча в сезоне такое должно быть кампель нанкунку тот на тима вернера верно разворачивается но косяк вернера в том что он далековато от себя отпускает мяч кампель 2-0 16 минута хорош отлично за все-таки от мучения и сколько я сегодня записываю этот ролик мы должны вообще их разорвать в пухе прах кампель здорово играет в отборе и забивает гол спокойно удваиваю наше преимущество уже 17 минуте матча подерборн за 20 минут матча ни одной атаки не провел возможно вот сейчас будет первое что-то интересное со стороны подерборна вы ее как лостерман потерял игрока удар поворотом на месте гуляш молодец молодчина это было очень опасно ребят просто нападающий подерборна пробил по центру ворот удар в угол куда-нибудь и скорее всего был бы гол уже мы в атаке эмиль форсберг хорошо кампель дыме не с мячом да куда же ты покатил по мяча на хорошо холстенберг кампель форсберг отлично тима вернер и делает не делай тима вернер какую это сейф сделал вратарь подерборна я уже хотел говорить тима вернер делает дубль в этом матче как-то мы немного то ли под расслабились да мне кажется хотя имели моменты тима вернер мог забивать второй год снова плохая передача мяч у нас вернер на забиться разобиться выход один один удар и 30 иди сюда хорош хорош пацаны отлично вроде там уже всю какую-то момент невзрачный до получался где-то тима вернер смог вывести и 1 передача и один на один игрока забиться этот уверенно реализует выход 11 вот здесь вроде передача не получилось но верно развернулся и классно видел забег забиться рода отдала тут реализовал 30 после первого тайма здорово здорово такого начала конечно наверно ждали трибуна ждали болельщики липцига руководство и в принципе я такого старта ожидал учитывая что играем против подерборна статистика после пера тайма 62 на 38 владения мечом у нас пять ударов 4 створ у подерборна был один удар но он был очень опасный сам удар то был не опасным сам момент был очень-очень опасно если бы там нападающий подерборна головой пробил в угол куда-нибудь да они по центру ворот там скорее всего был бы гол так ну ладно не расслабляемся также играем в атаку попробуем еще забить матч кстати для дебютантов очень хороший по счету все здорово по игре более-менее хорошо нкунку дальний удар и вратарь намертво забирает то бишь можно запросто выпускать и тонали и джетсона и клюверта чтобы дать им сыграть сразу же дебютировать первом туре чемпионата мы посмотрим посмотрим кто станет и какие нужны будут замены у нас хорошо здесь защитник сыграл верхом форсберг ошибся передачи но мяч отобрал передача на забит сыра и удар приходится прям защитника накрывает защитник этот удар там даже не сколько накрывает просто пробить забит сыр защитника вот о чем я и говорил ребят вот о чем я и говорил одна какая-нибудь шальная контратака и все его тебе был второй момент у подербор на за весь матч и они смогли реализовать этот выход один один мы большой группа игроков ушли в атаку до кроки убежали оголили зоны но все равно все равно мы продолжать будем играть в атаку в атакующий футбол но я бы заменил эмиля форсберга не особо он в этом матче был заметен джастин клювер вместо него выйдет слева в нападении ну и давайте что что кого мы еще заменим пока в принципе наверно больше никого ну можно кампеля давайте кампель покинет поле джейсон вместо него выйдет два дебютанта два новичка выйдут на замены джастин клювер джетсон посмотрим как удастся у них проявить себя в принципе время достаточно еще часа пол играть но с учетом добавочного времени как бы проявить себя можно снова в атаку в опасную атаку контратаку подерборн переходит я уже задумалась над тем чтобы баланс поставить убрать чтоб крайки не бегали вперед кунку отлично играет в отборе молочи на джастин клювер с мячом набирает передача ошибка передача обосрался немного джастин клювер первым своим действием давайте еще одну замену кластерман подустал вместо него давайте деме перейдет играть правого защитника в опорной зоне выйдет она ли на замену и все три новичка которые были заявку на эту игру у нас выходят на поле уберем атакующих задних защитников чтобы они вперед не бегали и перейдем играть баланс как отлично тима вернер в отборе я аж не ожидал ребят если честно как-то блин растерялся перейдем играть баланс потому что подерборн сейчас до этого уже вроде опасно убегали в контратаку как бы пропустить 2 гу вообще не хотелось бы устроить себе головняк отлично клювер на перехвате сыграл вернер хорошо хорошо доме ай-яй-яй-яй не успел я ждал пока там откроется более ну как более удобно да так скажем для передачи забиться и уперся защитника отлично в отборе здорово наш центральный защитник сыграл в отборе тима вернер забиться джетсон ай-яй-яй не давай 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 поджимаем ребят поджимаем у помечана опасно очень опасно как нам везет что сейчас по дырму огрызаются они сейчас могли запросто могли 3 2 сделать счет как там и 2 там расхлябанная игра впереди даже вообще достаточно ничего не показали наверное не нравится мне игра во втором там и наши много даем сделать у своих ворот конку тима вернер снова 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 теряет мяч тима вернер алсенберг уже подустал хорошо в отборе макунку отлично вернер вернер на джетсона не проходит передача на вернер вернер ай да как же далеко от тебя отпускает мяч тима аккуратно про нас и умы и доходит передача это но здесь у нас свободно свободно и спокойно арбан накрывает этот удар зарабатывает угловой паттербург 87 минута матча 88 уже практически подача углового вы нас хорош моему джетсон сыром кунку как вот мне очень нравится как не куку играет этот матч передача на тима вернера вернер убегает убегаете его его сбивает возможно даже на красную карточку хотя бы желтый бы охренеть вы прикиньте судья бля это жесть выход один на один подкат заднюю чуть-чуть сбоку да ну загибнет и он даже не показывает желтой карточки что за приколы холстенберг будет наносить это туда слева ноги первый штрафной мой за red bull лепцики девятка иди сюда хорош пацаны 4 так надо наказывать не дали желтым и голом вас накажет алачина молодчина холстенберг первый голос вы забивает сезоне я думаю у него их будет не так уж и много возможно ну как варианты со штрафных потому что с левой ноги он хорошо бьет удары со штрафных 80 красиво краси самая девятиночка ребят самая такая по уходящей траектории от вратаря самая девяточка отлично пробит холстенберг молочина 41 ну я думаю игра все равно ну во первых она голевая это уже радует и подербор нагрызался достаточно неплохо ну три таких явно три опасных момента они создали в наших ворот один из которых реализовали выдавая в отборе нужно сыграть хорошо джетсон нет что-то думал там могли и пенальти назначить отлично ребят отлично первый матч при своих трибунах на своем стадионе при своих болельщиков одерживаем победу 41 разгромная на подерборном да обидно конечно что мы пропустили гол ну ну что поделать и так заиграли спереди убежал подерборн в контратаку и забил нам к сожалению забил нам гол ничего страшного главная победа самое главное самое основное это по бе до 3 очка набрали все здорово все отлично по игре ну 2 там и намного хуже играли конечно чем 1 игра в обороне но особо много подерборн моментов и не создал но контратаки пускали все таки во втором то мидо заигрывали спереди пускали контратаки вот а впереди ну в принципе в принципе неплохо бавария своем первом матче 41 обыграла вердер мальц 31 обыгрывать шальки минхегладбах 11 саугсбургом боруссия проигрывает первый матч на выезде фортуни из дюссельдорфа в принципе справедливость восторжествовала мы при первой попытке записи этого ролика мы играли с баруси 2 новых прибили и герта 1 0 обыграла байер принципе все ребят пишите в комментах свое мнение по этой карьере по этому видео по этому матчу вообще в принципе по трансферам у кого-то муж свои будут еще предложения для укрепления позиции наших только учитывайте что денег у нас совсем мало вот ставки лукас и кому понравилось или дизлайки кому не понравилось это каждого мнения которое я одобряю принципе все ребят всем спасибо огромнейшая за просмотр всем удачи пока пока не ставлять записал а